Завод работает на рынке с 90-го года, на рынке лифтов. За этот период линейка наших лифтов с 2005 года по 2018 год расширилась с 4 моделей лифтов до 56 моделей лифтов. Мы за этот период украинизировали лифты грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. Мы сделали полное импортозамещение и выпускаем эти типы лифтов полностью составляющие украинского производства или локализации выше 60%. По защите рынка мы поддерживаем программу «Купы украинские». Нужны преференции нашим предприятиям, потому что сегодня мы принимаем европейские законы, но пытаемся сохранить старые законы, которые у нас есть. До сегодняшнего дня сохранилась еще идеология разных городов при местном совправлении, которое сегодня распространяется, где они пишут менять лифт производства Могилев Лифмаш 70-го года на завод, в проекте закладывается Могилев Лифмаш. Сегодня надо чиновникам запретить это делать и однозначно должны воспринимать, что лифты, которые делаются сегодня на Украине, есть и «Карат», есть и «Евроформат», есть и «Укрлифсервис», есть другие предприятия с хорошей локализацией. Они должны обязательно иметь преференции в выпуске продукции и поставок по бюджетному финансированию. Я вот недавно посетил белорусский завод нашего партнера Могилев Лифмаш и был просто с глубокой белой завистью смотрел, когда у директора не было перспективно этот год выполнения плана, у него не было вопроса выплаты зарплаты. Он больше всего мучился, какие инвестиции он должен внедрить на предприятие. То есть в них задача государства, на уровне государства, что каждое предприятие должно придумать инвестиции, как бы отказаться от импорта, как бы освоить какую-то продукцию у себя, и он уже думает делать лебедки, даже ту продукцию, которая у него совершенно не свойственна. Это все они делают совершенно по-другому, они делают с помощью своих налогов, с помощью своей прибыли. Им не надо ждать, что государство им что-то даст, даст какую-то преференцию. Они просто освобождаются от налогов на инвестицию, которую они себе приносят. Поэтому я бы хотел, чтобы у нас было до законопроектов, которые предоставляют украинским производителям, преференции. Я бы хотел больше, чтобы у нас были преференции, которые способствовали выпуску этой продукции, чтобы у нас было освобождение от льгот, чтобы у нас можно было закупать оборудование. Мы все это очень хорошо видим и знаем, и знают наши депутаты, но почему-то не делают. Это очень плохо. Но, как говорят в Одессе, начинать никогда не поздно, и все, когда-то надо с чего-то начинать. Поэтому этот закон будет стимулировать украинский рынок, и надо делать защиту. Поэтому я полностью поддерживаю закон купой украинской платы украинцам.